Всем привет! С вами снова инженер-электрик Якимов Игорь. Недавно я опубликовал видео о подключении контактора к реле напряжения на 16 А. Последовало много вопросов. 1. Как подключить несколько реле напряжений в одном щите? 2. Зачем тянуть отдельную линию на холодильник или кондиционер? 3. Что лучше, реле напряжения в щите или реле напряжения в розетку? 4. Расскажите подробнее про реле напряжения Airbus D16 из ролика. В этом видео я отвечу на эти вопросы. Только, чтобы не удлинять видео, настройку реле Airbus D16 перенесу в следующий ролик. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Ссылку на ролик по подключению контактора я оставил в описании. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Я собрал импровизированную схему щита. Тут три реле напряжения. Одно общее и два отдельных на кондиционер и на холодильник. Зачем на эти приборы ставить отдельное реле? Они содержат компрессоры, которые отключать на короткое время не рекомендуется. Перерыв между выключением и включением должен быть не менее трех минут. Я обычно настраиваю задержку на реле напряжения в 5 минут. Это время нужно, чтобы в компрессоре упало давление. В результате требуется меньшее усилие для запуска компрессора. При этом уменьшаются пусковые токи, что увеличивает срок службы компрессора. А вот для остальной бытовой техники, такая задержка не обязательно. Если общее реле напряжение настроить на задержку 5 минут, то при срабатывании реле напряжения, все это время придется сидеть без света. Я рекомендую поставить общее реле напряжение с задержкой включения 30 секунд, что для основной бытовой техники достаточно. А вот для компрессорной техники рекомендую поставить отдельное реле напряжение и поставить задержку включения 5 минут. От реле к холодильнику к кондиционеру ведем отдельные линии. Кроме реле напряжения, мы эти приборы защитим отдельными автоматическими выключателями. Многие производители кондиционеров требуют отдельную линию на них, чтобы дать на них гарантию. А отдельная линия на холодильник удобна тогда, когда хозяева квартиры надолго уезжают. При этом можно отключить все линии в квартире, кроме холодильника. В этой схеме для защиты холодильника я использовал реле напряжения Airbus D16, которое я рекомендую для отдельной защиты компрессорной техники в щите. Это оптимум цена-качество. Для защиты кондиционера тут стоит реле напряжения Airbus MF32. Я его использовал как образец вместо реле напряжения D16, так как оно идентично подключается. На самом деле, реле напряжение Airbus MF32 обладает очень крутым функционалом. Как общее реле напряжение я использовал Airbus D2, которое я рассматривал в отдельном ролике. Ссылку на ролик я дал в описании. По реле напряжения Airbus D16, и MF32 сделаю отдельные ролики. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. Как работает данная схема? Напряжение с линии подается на водной автомат. С водного автомата фаза и ноль поступает на электросчетчик. С электросчетчика ноль поступает на нулевую рейку. А уже с нулевой рейки ноль поступает на входы реле напряжения. Сюда, сюда и сюда. С выхода электросчетчика фаза поступает на фазный вход общий реле и на входы автоматов, которые защищают реле напряжения и нагрузку, которая к ним подключена. А уже к выходам автоматов подключены фазные входы реле напряжений. Холодильник подключается к фазному выходу реле напряжения и к нулевой шине. В этой схеме вместо холодильника подключена электрическая лампочка. Кондиционер подключается к фазному выходу реле напряжения и к нулевой шине. К общему реле напряжения подключается вся остальная схема щита. При этом фаза берется с реле напряжения, а вот ноль лучше брать с нулевой шины. А дальше уже схема собирается как в обычном щите. Ставите автоматические выключатели, дифф-автоматы и УЗО на остальные электрические линии квартиры. Давайте посмотрим, как работает эта схема. Включаем входной автомат. Сразу включается общее реле напряжение, которое включает основную бытовую технику. Холодильник и кондиционер включается отдельными автоматами. При этом реле напряжения делают задержку 5 минут и включают данные приборы. После этого вся схема работает в обычном режиме. При возникновении аварийной ситуации, когда произойдет скачок напряжения, каждое реле напряжения отключит свою нагрузку. Когда напряжение восстановится, каждое реле отсчитывает свою задержку, тестируя линию на возможные следующие скачки. Если все нормально, они подключат нагрузку, электропроводка в квартире заработает в стандартном режиме. Как настраивать реле напряжения Airbus D2 я уже описывал в другом видео. Ссылку я дам в описании. Как настраивать реле напряжения Airbus D16 и Airbus MF32 я расскажу в новых видео. Подпишитесь на канал, чтобы эти видео не пропустить. Свои вопросы и свой опыт по установке реле напряжений пишите в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых роликах.